В России начались так называемые длинные выходные. Их вели, чтобы минимизировать контакты людей друг с другом. Насколько сознательно к вопросу безопасности собственной и окружающих подошли дагестанцы, узнавала Зумруд Гамидова. Она побывала в самом центре Махачкалы. Ей слово. Остаться дома дагестанцев должны побудить не только призывы властей, но и ограничения в работе магазинов, кафе и развлекательных центров. Погода в эти дни в столице республики, мягко говоря, провокационная, однако идти горожанам особо некуда. И сейчас о том, что не будет работать в эти антикоронавирусные выходные. Во-первых, это все магазины, кроме продуктовых. Работать в эту нерабочую неделю будут еще аптеки и отделения банков. И во время их посещения необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию, то есть не приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра. Работу с некоторыми исключениями продолжат больницы и поликлиники, но в них отменят амбулаторный прием. Например, стоматологи будут оказывать помощь только в случае острой боли. Опустили парковки возле крупных торговых центров, они также закрыты. Закрылись на неделю магазины бытовой техники, бани, спа и салоны красоты. Прихорашиваться девушкам теперь придется самостоятельно. Перекусить махачкалинцам в кафе будет проблематично. Они приостановили свою работу, но сервисы доставки под карантин не попадают. Кинотеатры также прекратили свою работу. Музеи и театры уже отменили свои постановки. Деньги за купленные билеты зрителям обещали вернуть. В республике теперь и не до пышных свадеб. Банкетные залы также прекращают свою деятельность. Владельцам придется либо возвращать деньги, либо договориться о новых датах. О путешествиях тоже стоит забыть. 28 марта и до 1 июня не будут работать гостиницы, санаторий и детские оздоровительные лагеря. Запреты и ограничения могут сохраниться и после вынужденных выходных. Родителям настоятельно рекомендуется не отпускать детей на улицы, в том числе и на детские площадки. И это к лучшему. Сейчас, чтобы сохранить здоровье, важно оставаться дома.